Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас четверг, 23 июня, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, благодарю за обратную связь. Начиная вебинар по традиции календаря событий, сегодня у нас проходит референдум в Великобритании по вопросу членства в ЕС. Референдум начался в 9 часов по Москве. И также сегодня у нас из важных новостей – это данные по обращению в запасы безопасности США. Данные будут опубликованы в 15.30. Также сегодня была статистика из еврозоны по Франции и Германии. Она уже опубликована до нашего вебинара. Сейчас мы также о ней поговорим. И как раз начнем с этой статистики по еврозоне. Здесь два отчета. Один из них был опубликован в 10 часов и другой буквально 2 минуты назад. Первый отчет – это PMI производственной по Франции. Здесь данные слабые и хуже консенсус прогноза. И вообще хуже, чем в предыдущем месяце. И вот здесь специально график данного индикатора. Это красная линия горизонтальная, это линия 50%. Все, что выше этой линии – это рост деловой активности в промышленности французской. Все, что ниже – это, соответственно, спад. И мы видим, что в правой части графика 4 месяца подряд у нас значение ниже 50%. То есть мы имеем спад, деловой активности. И вот последний месяц у нас самый крайний столбик справа. Это у нас получается минимальный уровень за последние полтора года. Получается фактор негативный, потому что для евро, потому что в Франции у нас экономика вторая в еврозоне. И, соответственно, если там спад в промышленности, а промышленность у нас ациклический индикатор, если экономика растет, промышленность растет и наоборот, то здесь уже получается вот такой тревожный сигнал, а вдруг будет замедление ВВП. И также вот сейчас, вот совсем недавно, пару минут назад были опубликованы данные по Германии. Здесь, наоборот, данные хорошие. То есть данные вышли и лучше, консенсус прогноза, такой же PMI производственный, и лучше, чем в предыдущем месяце. И здесь роста 54,2%. То есть вот мы получили разноправленные данные. По первой экономике еврозон данные хорошие, по второй экономике еврозон данные плохие. Если смотреть на рынок облигаций, то у нас на рынке облигаций сейчас спреды Германии и США, и Германии и Великобритании, они изменяются. Не в пользу европейских активов, то есть доходность немецких бумаг, она хоть и умеренна, но все же снижается. И к американским трежерис, и к бумагам Великобритании этот фактор получается плохой для пары евро-доллар. С другой стороны, если посмотреть вот на фондовые рынки, то сейчас можно увидеть, что у нас, допустим, торги в России начались недавно, в Европе начинаются, в континентальной. То торги проходят в красной зоне, то есть акции продают, а в России вообще такое хорошее движение вниз по большинству акций. И здесь получается этот фактор уже позитивный для евро, поскольку евро валюта фондирования. Таким образом, получается, по фундаментальному анализу сегодня нет таких вот сильных сигналов, что-то хорошо, что-то плохо. И здесь не совсем понятно. Теперь обратимся к технике. По технике у нас ADX на дневках показывает флэт, значение 18,9, то есть ниже 20. Получается флэт, боковик, ярко выраженный, и рынок пока не хочет двигаться ни вверх, ни вниз, он замер. И ожидает решения по референдуму. Здесь вот по Великобритании были новости, уже непосредственно органы статистики, которые будут подсчитывать эти голоса, они заявили о том, что примерно к 5 утра по Москве завтра мы получим обработку порядка 75% голосов избирателей. И вот уже где-то в период с 8 утра по Москве до 9 будут уже оглашены официальные итоги. То есть вот ожидается вот в это время, но это все опять же ориентировочно приблизительная дата. Здесь может, допустим, и в 8.30, и в 9.00, и в 9.30. Поэтому вот где-то в это время будут данные официальные. А вот где-то уже в 5 утра по Москве будут данные предварительные, 75%. И здесь, получается, может быть, рынок и в 5 часов уже будет реагировать, может быть, рынок будет ждать официального отчета уже ближе к европейской сессии. Здесь пока сказать тоже трудно. Но в любом случае получается, что где-то в 9-10 часов по Москве начнется реакция, реакция будет сильная. И вот здесь, получается, пара евро-доллар также не хочет особо не сильно расти, не сильно падать. Мы видим флэт. На часовиках то же самое, что и на дневках. IDX, правда, чуть повыше, 24,8. Но это даже не 25. Это вот начало такого формирования трендового диапазона 25 от 25 до 30. А выше 30 – это уже активный тренд. То здесь мы даже, получается, не формируем эту трендовую область. И по RSI значение 52. И здесь была небольшая перекупленность в азиатскую сессию. В 6 часов у нас максимум был 1.1349, сейчас 1.1329. Немножко корректируемся. Поэтому здесь, получается, ни по технике, ни по фундаменту сигналов сильных нет. Ни на продажу, ни на покупку. И покупать не можем, продавать не можем. Поэтому, на мой взгляд, сегодня лучше здесь ничего не делать в данной валютной паре. И тогда уже ждать завтрашнего дня. Завтра у нас, во-первых, уйдет фактор неопределенности вокруг вот этого референдума. То есть, все, он уже референдум пройдет сегодня. Итоги будут оглашены. И тогда уже этот фактор уйдет совсем окончательно. И рынок опять вернется к тем самым событиям, которые были до этого референдума. И тогда, получается, рынок из этого флета выйдет. Потому что рынок уже долго стоит во флете. Мы видим флет на дневках. Соответственно, будет сильное движение либо вверх, либо вниз. И тогда на этом можно уже будет заработать. Поэтому здесь, получается, завтра будут однозначные сигналы. Либо мы однозначно покупаем, либо продаем. Сейчас вот таких сигналов нет. Поэтому завтра, получается, здесь такая вот рекомендация. Сегодня ничего не делать, поскольку факторы смешаны. И статистика вышла смешанная. И по технике тоже у нас флет. Тогда, получается, завтра можно уже где-то с 8 утра по Москве ждать этих результатов. И вот, когда они будут опубликованы, то здесь уже действовать. И здесь такое уточнение тоже, что если Британия останется в составе ЕС, то, в принципе, рынок на это закладывается. И вот если посмотреть, как у нас развиваются события, то здесь мы увидим, что вот начиная с 16 июня, то есть последние, получается, 7 дней, у нас рынок очень сильно вырос с отметки 1,411 до 47,53. Это вот по паре фунт-доллар уже 7,5 фигур выросли. Получается, рынок уже отчасти это заложил, что Британия может остаться в ЕС. И вот все эти опросы, тоже, которые поступали. Вот накануне было 3 опроса, один вышел плохой, пара сначала снижалась, потом 2 вышли хороших, что Британия вроде остается, пара стала расти, и вот мы пошли на новый максимум. То есть здесь, получается, если Британия останется в ЕС, то реакция тоже будет вверх, но не такая сильная. А вот если Британия выйдет, тогда это уже, во-первых, плохо для рынков. В любом случае и для евро, и для фунта, и для рынка акций. Ну и плюс, рынок на это не закладывался, потому что последние 7 дней мы растем очень сильно. Соответственно, тогда мы увидим и сильные продажи фунта, и евро. И причем мы увидим это и вот сразу в моменте, там с гэпом откроются, то есть вот будут опубликованы результаты, и сразу же мы увидим гэп резкий. Но даже этого пугаться не стоит, потому что даже вроде мы этот гэп увидим, мы его не закроем сразу. И мы его в пятницу не закроем, и мы его и в понедельник не закроем, потому что мы, может быть, вообще его не закроем даже в этом году, кто знает. А может быть, закроем там, но через там несколько дней или через несколько недель. Поэтому рынок не будет падать и в пятницу, и в понедельник, и во вторник. То есть здесь уже и в среду, здесь уже будет более сильная такая реакция. Здесь можно будет просто продавать на росте. То есть продали, потом рынок немножко подкорректировался, и еще раз продали, и продали. И вот так можно будет в пятницу, и в понедельник, и во вторник продавать. Вот здесь такая рекомендация. Больше здесь ничто сказать нельзя, потому что это событие очень важное на этой неделе и вообще в целом в течение этого месяца. И поэтому сейчас все ждут, все вот замерли и ждут этого события. Поэтому здесь и получается нам тоже необходимо подождать и лучше не торопиться. Уважаемые коллеги, задавайте пожалуйста свои вопросы по паре евро-доллара, я на них вставлю с ними отвечу. Почему так долго анализ в календаре по факту выхода новостей и в терминале в разделе новости далеко не сразу когда публикуется. Андрей, благодарю вас за вопрос, за обратную связь. Вы знаете, я к сожалению не знаю почему так это делается, потому что это не моя специфика, это уже вопрос к программистам. Я обязательно передам ваши пожелания, то есть почему все это так происходит. Действительно необходимо, чтобы все было оперативно, потому что новость появилась и котировки изменяются, но на этом необходимо заработать. Благодарю вас за обратную связь и обязательно сегодня после вебинара передам ваши пожелания. Так, возможно разные результаты экзит-полов и ГЭП в разные стороны, будьте аккуратны. Ярослав, благодарю вас за комментарий, вы совершенно правы, здесь тоже может быть. Я как раз и сказал, что не нужно до официальных результатов что-то делать, поэтому я и сказал, что где-то вот с 8 часов, с 8 по Москве необходимо уже смотреть и ждать официальных результатов. Все вот эти экзит-полы, предварительные данные и так далее и тому подобное, они будут появляться где-то в период с 3 по Москве до 6 утра по Москве. Это вот все вот эти так называемые экзит-полы, там опросы, предварительные результаты, предварительные подсчеты и прочее. Уже где-то после 8 по Москве мы получим официальные данные, вот когда уже официальные данные будут опубликованы, там официально Британия остается или выходит, вот после этого уже начнутся и движения. Поэтому здесь у нас вот эти все экзит-полы, они действительно могут быть по-разному, одни экзит-полы могут показать, допустим, что остаются, другие что на выход, как вот по опросам. Мы каждый день получаем как минимум два опроса, где один указывает, что вроде бы большинство выйти хотят, другие остаться хотят. И вот рынок мечется туда-сюда. Поэтому здесь самый надежный сигнал это официальные данные, когда уже все окончательно станет известно. И вот что касается британской валюты на сегодня, то здесь тоже ситуация противоречивая. Вот накануне мы с вами говорили, что если пробиваем уверенно 47,68, тогда покупаем. Мы сегодня видим, что котировки опять пошли в эту область и у нас первая свечка закрылась выше этого уровня. Это вот 0,00 по терминальному времени сегодня это вот закрытие 48,03. И я говорил о том, что второе закрытие должно быть, во-первых, опять выше 47,68 и выше, чем вот это первое закрытие. Получается, если у нас первая свечка закрылась 48,03, то вторая должна закрыться хотя бы там 48,05, 06. То есть 2-3 пункта, если больше, то еще лучше. А вот вторая свечка уже следующая, это час по терминальному времени закрылась 47,94, то есть не выше, а наоборот ниже. И в итоге что мы увидели? Мы увидели, что дальше котировки не пошли, котировки стали пали. То есть вот вам опять вот эта формация истинного ложного пробоя, она опять сработала. То есть не состоялся у нас истинный пробой, две свечки подряд у нас не закрылись. Поэтому здесь получается у нас пока пробоя нет. И вот если смотреть на сегодня, то в принципе здесь еще можно торговать по данной валютной паре, потому что рынок очень резвый, он и так, и так ходит. И здесь опять же просто нужно подстраховаться. И если вот смотреть по этим опросам, то последний опрос, который вот был опубликован сегодня ночью, он, даже два опроса, они указали на то, что вроде бы там большинство хочет остаться. Хочет остаться в Евросоюзе. И вот мы увидели на 48.43 рывок. Поэтому если сейчас опять рынок захочет позитивно отреагировать на это, тогда нам получается нужно, чтобы у нас любая часовая свечка сегодня закрылась на отметке минимум 1.48.46. То есть у нас максимум текущего дня 48.43. Добавляем 3 пункта размер спреда. То есть если мы увидим закрытие какой-либо свечи на 48.46, то здесь можно будет покупать с целью 48.90. Это ближайший будет следующий сильный уровень сопротивления. Почему здесь достаточно одного закрытия? Ну потому что вот по статистике, когда я вот смотрел, как у нас важные уровни пробиваются, это вот по опыту прошлых лет, очень часто так было, что когда рынок пытался пробить какой-то сильный уровень поддержки сопротивления, но вторая свеча некоторое время не могла закрыться также выше этого уровня. И вот затем уже, когда у нас свечка выше экстремума закрывалась, тогда уже срабатывали ордера, видимо, судя по всему, это вот мое такое мнение, я не знаю там, что срабатывало, конечно, но судя по всему, большие ордера срабатывали и рынок дальше шел. Поэтому здесь уже будет достаточно и одной свечки, если мы закроем. Вот 48.46 на закрытие любой свечи сегодня. Секущие котировки находятся ниже этого уровня, на 80 пунктов, и здесь получается, что вроде бы далеко, но волатильность высокая, мы можем туда и быстро сходить. Также вчера говорили, что если у нас день закроется ниже на, допустим, 46 ровно, вот 22 июня или даже ниже, тогда у нас будет движение вниз коррекции. Но мы закрыли день на 47.06, то есть у нас свечной анализ не подтвердился. То есть вот у нас формировалась на дне разворотная модель 21 июня, длинные тени, свечка медвежья, но здесь необходимо было дождаться подтверждений. Потому что по японскому свечному анализу там всегда во всех книгах черно-по-белому сказано, что всегда должно быть подтверждение следующей свечки. Поэтому если вы, допустим, используете в торговле свечной анализ, то всегда ждите подтверждения, сразу же не торопитесь. И вот это подтверждение у нас в итоге не состоялось. Мы, соответственно, поскольку закрыли день зеленой свечки, то о снижении котировок речи быть не могло, и в итоге у нас его и не было. Поэтому подтверждение – это очень хороший сигнал по японскому свечному анализу. И здесь таким образом получается, если посмотреть на вчерашний счет по рынку нефти, то мы с вами говорили, что вроде бы API все показал хорошо, но бывают такие исключения, бывают раскорреляции. И кто его знает, может быть опять раскорреляции случится, потому что Baker Hughes сигнализирует об увеличении добычи в ближайшее время. И действительно, вчера данные вышли хуже, консенсус прогноза, и мы говорили с вами о том, что если данные хорошие, то покупаем, нефть еще подрастет, и пара фунт-доллара подрастет. Если в финансе с данными плохие, то есть мы с вами ждем данных и на этом торгуем, то уже оба инструмента пойдут вниз, и оба инструмента вниз пошли. И пара фунт-доллара, и нефть, а нефть более сильно сходила вниз, то есть опять корреляция сохраняется. Данные хоть и вышли, вроде бы запасы сократились, но гораздо хуже, чем это ожидал рынок. И я вот думаю, что в июле мы вполне будем наблюдать уже картину, что запасы растут. Потому что, когда число буровых увеличивается, здесь потихонечку структура запасов изменяется, то есть не сразу прям там резкий объем добычи и так далее, тому подобное, все идет постепенно. Поэтому в июне стали число буровых увеличивать, расконсервировать то, что консервировали в 2015 году. И таким образом, с небольшим опозданием на месяц, допустим в июле, мы уже будем получать плохие данные, и соответственно по нефти это вниз. И поэтому нефть получается у нас по нефти Brent. Вот сейчас, здесь мы сегодня находимся на уровне 50% по FIBA от вчерашнего снижения. И здесь тогда по нефти Brent можно дать следующую рекомендацию, можно продавать, если мы уйдем ниже 50%. То есть, допустим, котировки опускаются ниже 50%, по Brent тогда можно будет продавать цель 49.50. Вот здесь по Brent такой сигнал видится, потому что по Brent мы еще также можем вполне стоять в апплете, и вот сейчас никуда не идти, также рынок будет ждать референдума. Но если все-таки рынок захочет в ближайшее время уйти ниже 50%, тогда на 40.50 он спустится, на мой взгляд. Поэтому здесь вот по британской валюте, если смотреть по индикаторам теханализа, то на дневках у нас ADX 26.8 приближается к 30, вроде бы начинает формироваться тренд, но еще 30 нет. По RSI 64 никакой перекупленности нет, и получается на дневках сильных сигналов нет. На 4-х часовиках у нас есть трендовый ADX, значение 38. На часовиках тоже есть трендовый ADX, значение 32, перекупленности на часовиках нет. Поэтому здесь, если все суммировать, то получается, что мы можем покупать пару фунт-доллар, только если у нас часовая свечка закрывается выше 48, хотя бы 48, 46 и выше, тогда можно покупать цель 48.90. Тогда и у нас ADX будет отыгрываться трендовый на часовиках, 4-х часовиках, и на дневках ADX подрастет, и тогда уже можно это будет отыграть. До тех пор, пока мы не закроем час, здесь сигналы ложные, потому что вот уже три раза подряд пара не может уверенно закрепиться на выше уровня 47.68. Поэтому, кто его знает, может быть, здесь есть продавцы сильные, и они пару дальше не пустят. Но если все-таки эти продавцы пару пропускают на 48, 46, то здесь уже дальше дорога на 48, 90. Поэтому вот здесь либо мы можем покупать, если будет закрытие любой свечи 48, 46, либо ничего не делать и ждать тогда завтрашнего дня. А с 8 часов утра по Москве в любой момент будут опубликованы референдумы и итоги. И тогда уже, если мы видим, что Британия остается, тогда рост будет, покупаем. Если же Британия выходит, тогда мы видим гэп, гэп очень сильный. Вот Barclays говорил о том, что может быть сразу гэп на 1.20. Вполне вероятно, потому что Barclays – маркетмейкер, маркетмейкер первый по фунту, между прочим. Поэтому они знают, что они говорят. Мы можем рассчитывать на их мнение, потому что это вот такая значимая организация по торговле британской валютой. Но даже если мы увидим этот гэп, все равно дальше движение вниз продолжится. Поэтому после небольшого отката вверх также необходимо будет продавать, потому что это будет плохо для британской валюты. И мы еще увидим продажи, соответственно, более сильные. Если же все хорошо, тогда увидим рост. Но, на мой взгляд, рост будет не такой сильный, как, допустим, падение. То есть падение будет более сильное, на нем будет можно больше заработать и более стабильно, чем на росте. На росте можно будет тоже заработать, но, на мой взгляд, движение будет не такое сильное. И вот сегодня также мы в 17 часов по Москве проведем вебинар как раз по референдуму. И здесь мы как раз с вами поговорим о том, какие же инструменты дадут наибольшую возможную заработку. При любом сценарии, при хорошем, при плохом. Мы рассмотрим, какие валютные пары лучше всего подходят сейчас для торговли. И также поговорим о фондовом индексе и об акциях. Какие акции можно будет торговать. В общем, все инструменты, которые хороши для торговли на референдуме, мы рассмотрим сегодня. Специальный вебинар как раз по референдуму. Приглашаю вас принять в нем участие. Так, что касается евро-доллара. Важаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы по паре фонд-доллара. И что касается вопросов по евро-доллару, то, Альберт, смотрите, на мой взгляд, сегодня у нас сильных сигналов нет. Сигналы такие флетовые, поэтому я бы сегодня ничего не делал. Завтра сигналы будут более сильные. Либо евро пойдет вверх, либо сильно вниз, либо более-менее неплохо вверх. Сильно вверх я бы не стал говорить, но вверх пойдем в любом случае. А вот вниз точно пойдем сильно, будем падать. И вот лучше, получается, с завтрашнего дня дождаться. Потому что по технике флет получается, а по фундаменту здесь есть хорошие и плохие факторы. То есть смешанная такая динамика. И здесь непонятно, за что можно зацепиться. А что касается, какая вот может быть динамика без референдума, то, знаете, Сергей, сейчас пока все заняты референдумом. Почему референдумом? Потому что это Европейский Союз, его целостность, либо угроза, распад и так далее, и тому подобное. Поэтому сейчас пока все озабочены референдумом. И, соответственно, здесь без него никуда. Как только он уйдет, тогда уже можно будет понять, что же дальше будет. Потому что мы сейчас можем говорить, что без референдума мы еще будем расти какое-то время. А мы в итоге увидим плохой референдум, и мы резко упадем. Поэтому сейчас референдум не только влияет на фунт, он влияет на евро. Потому что если Британия выходит, это плохо для экономики Британии. Для еврозоны это плохо тем, что может быть распад еврозоны. Где гарантия, что после референдума в Великобритании мы, допустим, можем услышать такие же новые речи, что Португалии надо выйти, Ирландии надо выйти. И это вот такие страны. А вдруг Италия тоже заговорит о выходе, у них тоже проблемы. Да и в испанской экономике ничего хорошего нет. То есть там, в принципе, если взять по экономикам, у, наверное, половины стран Европейского Союза проблемы. У кого-то большие, у кого-то чуть меньше. Поэтому кто его знает. Может быть, начнутся сразу же разом говорить, что мы тоже уходим. Надоели бы нам все тут со своим Брюсселем, со своими командованиями. Все нам тут развалили, всю экономику. Мы без вас хорошо жили, а с вами мы разваливаемся. И тогда это опять уже коллапс для всех финансовых рынков. Потому что долго-долго строили эту глобальную экономику. И тут она, получается, рушится. Поэтому евро сейчас также, весь во внимание референдума, без него сейчас никак. А вот когда уже завтра все это будет известно, тогда этот фактор сразу же уходит на второй план. То есть уже будет определенность. И дальше уже будем, исходя из этого, отталкиваться. Так, что касается, почему ростовозеландец и австралиец. Егор, благодарю за вопрос. Вы знаете, честно говоря, не знаю, почему ростов, потому что я за данными валютами не смотрю. И поэтому не знаю. Может быть, там какие-то свои причины есть. Здесь надо посмотреть еще на выступления чиновников от центральных банков. Австралия, Новозеландия, они выступали. Я вот видел в календарях событий. Они выступали. Просто я не смотрел, что они говорили. Может быть, там они что-то хорошее сказали. Потому что центральный банк, он администратор. Он вот все, что делает, то и у нас и будет по валюте. Допустим, у нас можно много говорить, что спекулянты правят баллом, что там хедж-фонды, что маркетмейкеры. Но это все вторично. Вот что центральный банк сделает, то и будет. Потому что никакой спекулянт, хедж-фонд, маркетмейкер не в состоянии победить центральный банк. И, соответственно, если там что-то было позитивное, то можно будет рассудить. Я просто не знаю, сценограмму не читал, поэтому я никак не могу это прокомментировать. Перейдем к паре доллар-иена. Вот мы с вами говорили накануне про ВИКС, индикатор волатильности, страха, что если он будет расти в среду, то необходимо пару продавать. Это плохо для данной валютной пары. И я говорил, что в поисковике напишите, когда американская сессия начнется, там ВИКС, индекс страха, и вы увидите изменения. Если рост, значит продаем. Рост случился у нас накануне. И вот здесь график этого индикатора. Вчера мы выросли по ВИКС почти на 15%, чуть более чем 14,5%. Это существенный рост. Вот мы видим в правой части графика сильная такая, хорошая свечка зеленого цвета, рост. То есть это что? Это страхи растут. Страхи растут, соответственно, надо было пару продавать. И мы увидели, что сегодня в первые часы Европы она у нас сходила на 104 ровно. А вчера мы еще там были 104, 50, 60, 70. То есть все это отыгралось, о чем мы с вами говорили. Сейчас, если посмотреть на в целом фондовые рынки, то там по-прежнему плохая динамика. Пока вот сейчас в Европе на европейских рынках и на российском рынке. Российский рынок, кстати, тоже хороший индикатор такой вот страха или отсутствия страха. Потому что российские акции у нас это рынок Emerging Markets. Он торгуется в европейскую сессию. И получается, если инвесторы чем-то напуганы глобальные, они из России быстро убегают. Потом, если, например, инвесторы чувствуют себя хорошо, они уверены в своих силах, они в Россию быстро прибегают, потому что в России активы дешевые, в России кризис проходит. Соответственно, можно купить дешевые активы, получить высокую доходность и быстро опять убежать из России. Поэтому вот здесь такие вот набеги, татар-монгол, то прибегут, все купят, то опять убегают, все распродают. Поэтому можно, смотрите, на ВИКС и в том числе вот даже на индекс МВБ, это тоже хороший индикатор волатильности. Просто сам по себе индекс, вроде бы, который мы должны анализировать, там, что с ним будет, там, по технике, фундаменту. Но сам по себе этот индекс, он несет тоже себе хорошую информацию. Он несет себе информацию по настроению инвесторов глобальных. Либо они прибегают к нам и значит все хорошо, либо они убегают. А сейчас вот они убегают и накануне убегали тоже. Поэтому здесь, получается, страхи какие-то присутствуют, страхи усиливаются. И, соответственно, этот фактор получается уже, приношу извинения, этот фактор уже получается негативный для пары доллар-иена. И в целом, если вот посмотреть на текущую картинку, то по фундаменту у нас сегодня, в принципе, новостей нет. Есть только рынок облигаций, дифференциал доходности по облигациям США и Японии. То здесь данный дифференциал, он сегодня немножко сокращается. То есть, американские трежери с доходностью падают чуть-чуть быстрее, чем японские бумаги. И, соответственно, здесь рынок облигаций указывает на то, что иена может немножко сегодня укрепиться. И индекс страха растет, облигаты акции продают потихонечку, там умеренные продажи, но все равно это получается хорошо для иены, поскольку иена валюта фондирования. И плюс, если посмотреть на техники, то на дневках у нас EDX по-прежнему трендовый, тренд вниз. Пока у нас RSI на дневках 32 значения. То есть, мы недалеко находимся от области перепроданности, но еще мы можем немножко снизиться. И дивергенций у нас никаких нет здесь, и вот на часовиках у нас значение 36 по RSI, то есть, тоже можем падать. Вот по EDX, правда, значение 19. То есть, получается, у нас мы находимся во флете, ну и в целом мы находимся действительно во флете, здесь никуда от этого не деться. Поэтому, если все суммировать, то получается, мы находимся во флете, но в этом флете мы можем снижаться. И таким образом, получается, можно продавать от верхней границы флета до нижней границы флета. Флета можно рассматривать как индикатор полосы Боллинджера, верхняя и нижняя границы соответственно. Таким образом, у нас верхняя граница по Боллинджеру на часовиках 104.79, а нижняя граница это 104.35. Поэтому я бы здесь открывал позиции на продажу от 104.79 и на 104.35 позиции бы все закрыл. Это немного, это получается у нас 44 пункта, минус 2 спред, 42 пункта чистыми. Но, с другой стороны, пока что так, пока что больше никак, потому что необходимо понимать, что даже несмотря на то, что страхи растут и акции продают, и эти их стадевки активно указывают, что нам надо продавать и так далее и тому подобное, и перепродности нет. Все равно сейчас рынок замирает, он ждет итогов референдума. Поэтому 44-42 пункта, это вот, наверное, все, что можно выжать из данной валютной пары и больше здесь тяжело что-то взять. А вот завтра уже тут либо мы, все у нас хорошо, вся грудь в медалях, и мы идем там очень сильно вверх, либо мы идем неже 100, а там завтра вообще может быть интересная ситуация. Завтра вполне может Банк Японии выйти на рынок и провести интервенцию. Он давно этого не делал, наверное, лет 10 уже не делал интервенции. Он в последнее время, там, последние несколько лет проводит вот эту мягкую монетарную политику, и тогда интервенции уже не нужны, получается. Но здесь, я думаю, что в любой момент Банк Японии может выйти с интервенциями, поэтому здесь вот данная валютная пара, завтра она будет не так хороша для торговли, если Британия выйдет из состава ЕС. Если Британия останется в составе ЕС, тогда движение вверх будет вполне хорошее, нормальное и безрисковое. А вот если она выходит в Британию, тогда, получается, доллар-иен, на мой взгляд, уйдет из 100 быстренько так, и тогда здесь ниже 100 Банк Японии в любой момент может выйти, а может быть будет ждать, допустим, до понедельника. То есть здесь будет вот такой вот неопределенный период. То есть Банк Японии, он говорил о том, что если ена укрепляется сильно, то мы выходим с интервенциями, у нас уже все подготовлено, поэтому они могут выйти в любой момент, завтра, а может в понедельник, и здесь тогда мы можем попасть в просаг, если мы будем продавать, что вроде бы все падает, а Банк Японии нам курс развернет вверх. Поэтому здесь вот, если в паре евро-доллар и фунт-доллар, получается, и так, и так можно будет торговать, то вот в паре доллар-иена хороший сигнал только в одном случае, если Британия остается в составе ЕС. Если же она выходит, то здесь мы снижение поймать, скорее всего, не успеем, потому что реакция будет молниеносная, то есть сразу же гэп, сразу провал резкий. Я думаю, что никто из нас этого сделать не сможет, потому что здесь нужно обладать большими способностями, чтобы это движение там за пару секунд поймать. Конечно, может быть, кто-то и успеет, но я думаю, что, скорее всего, 99 человек из 100 не успеют это сделать. И я в том числе, потому что я не такой вот сверхчеловек, чтобы ловить такие движения. Я человек обычный. Поэтому движение вниз мы однозначно пропустим, а там в любой момент, если Банк Японии выходит с интервенциями, а он нам это обещал, тогда здесь, если мы будем продавать, то мы просто попадем на Банк Японии. Поэтому здесь получается, вот если Британия выходит в состав ЕС, то продавать данную валютную пару не следует, потому что здесь факторы неопределенности будут высоки. Банк Японии может завтра выйти на рынок легко. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. У нас еще немного времени, и я на них с удовольствием отвечу. Так, по золоту СНП, благодарю вас за вопрос. Андрей, что касается золота, то я бы завтра подождал, вот сегодня бы ничего не делал. Вы сами видите, все прекрасно на графике. Это у нас флэт, ни туда, ни сюда мы ничего не хотим по золоту. И ждем, ждем этого референдума, поэтому завтра, также вот с 8 утра ждите. Если Британия выходит в состав ЕС, золото можно покупать. Если Британия остается, то золото можно будет продавать. И здесь получается 1200, это вот будет сильная поддержка, наверное, даже, может, ниже мы и не уйдем. А вот на 1400 вполне можем сходить в течение одного, двух, трех, четырех дней, если Британия из ЕС выходит. Что касается СНП, то здесь, если Британия остается в ЕС, то СНП может подрасти. Но, на мой взгляд, СНП сильно не пойдет вверх. Здесь, получается, верхняя по Боллинджеру будет сильным сопротивлением 2120. А вот если СНП, если Британия выходит из состава ЕС, то это в каткосрочной перспективе, там, на пятницу, понедельник, вторник, это коллапс для фондовых рынков, тогда мы падаем. И 2000 пунктов, это первая цель, 1900 это вторая цель, вот два психологических уровня. Так, что, на ваш взгляд, дает поддержку рублю, когда нефть была 50 долларов, был, так, пара долларов рубля, 5,5 налоговый период. Роман, говорю за вопрос, вы знаете, рубль пока что тоже у нас тут находится во флете более широком, туда-сюда он летает. Что касается, что именно его поддерживает, здесь, вот так, если глобально смотреть, вот, именно такая глобальная поддержка, то идея одна. Поддерживает рубль то, что в сентябре будут выборы в Госдуму. То есть, рубль поддерживает политический фактор. Так, вот, если мы сейчас возьмем ту бюджетную модель, которая у нас есть, и пересчитаем нефть, которая у нас сейчас также на наших экранах есть, то у нас сейчас, получается, рубль должен быть где-то на 65,5. Мы находимся чуть ниже, там 64,20. То есть, разница такая, вроде бы, небольшая, но, тем не менее, она есть. И здесь, почему, вроде бы, рубль так вот сильно не падает, здесь причина в том, что если у нас сейчас будут сильные такие вот нестабильности по рублю, то это плохо для избирателей. Здесь необходимо понимать, что фактор политики вмешался. Изначально в бюджете было прописано, что 3% дефицит госбюджета к ВВП, вот, отношение такое. Сейчас, вот, у нас это соотношение около 4. То есть, вроде бы, необходимо дефицит сокращать, а скачать дефицит, только, возможно, в одном случае, это девальвация рубля. Например, сейчас рубль опускают на 70, тогда мы постепенно к этим 3% выходим. Но почему не опускают рубль на 70? Потому что в сентябре выборы, и тогда, дорогие россияне, будут недовольны политикой президента, правительства, скажем так. Поэтому и так сказали, что денег нет, но вы держитесь, и здоровья, и всего хорошего. И здесь хоть как-то изо всех сил позицию держат. А вот если у нас нефть будет снижаться в сентябре, и выборы пройдут, тогда, получается, выборы провели, все обещания по стабилизации выполнили, и тогда опять девальвация, ускорение. Это вот глобальный такой фактор. И поэтому здесь, поскольку необходима стабильность политическая, то экспортеров обязали, что как только у вас какой-то излишек, вы сразу же бегите на московскую биржу, и по контрактам все быстренько продавайте и меняйте свои доллары, евро на рубли. То есть была такая договоренность между правительством и экспортерами. У нас экспортеры, в первую очередь, это нефтегазовый сектор, основной источник дохода бюджета. А нефтегазовый сектор, там все сплошь друзья, родственники, одноклассники президента. Там кто-то брат, кто-то свалит, кто-то зять. То есть, грубо говоря, тут даже договоренностей не было, наверное, сели в узком семейном кругу и сказали, что вроде бы вы работаете, я вас на должности поставил, а у меня выборы и так далее, поэтому давайте помогайте мне. Это вот мое такое личное мнение. И вот помогают, то есть продают, то есть получают выручку, продают ее и в итоге вот пока не может рубль девальвироваться. И вот получается, все вот ждут выборов в Госдуму в сентябре, которые пройдут. Поэтому пока что в России худо-беда стабильность. Вот та же самая ситуация была, вот допустим, мы в Казахстане, в Белоруссии, то ли в том году, то ли в этом году, в начале года, я уже не помню, вот выборы тоже были президента и Казахстана и Белоруссии. И тогда тоже там ситуация была, что вроде бы до выборов все было стабильно, и цены не росли, и валюта не падала, и все было хорошо, провели выборы, избрали. Нового старого президента и там, и там, и там сразу же резкая девальвация. Вот жители Белоруссии и Казахстана все это помнят и нам все это могут лучше нас рассказать, как это все было. Поэтому я думаю, здесь то же самое, это то же самое и в Америке вот сейчас, допустим. В принципе, для американской экономики выгодно, чтобы доллар упал, потому что там двойной дефицит, он очень высокий, торгово-платежного баланса и госбюджет, там и вроде бы там уже шутки в интернете, а ты видел ли их потолок госдолга, там и скоро дефолт, и Америка умрет, и там они плохие такие-сяки. И если доллар падает, то все эти дефициты, они уменьшаются. Курс доллара упал, то дефицит торгового баланса сокращается, для экспортеров это хорошо, дефицит платежного баланса сокращается. Дефицит госдолга также сокращается, потому что если доллара курс падает, то придется меньше долларов отдавать, соответственно, меньше печатать бумаги. Это все хорошо, но почему тогда вроде бы доллар не падает? Ну потому что выборы в ноябре президента, если сейчас доллар будет падать, это плохо для избирателей, поэтому стабильность нужна. Поэтому я вот говорил на наших вебинарах в 2015 году, что ожидаю после выборов президента разворота потихонечку тренда. Я думаю, что когда только выборы президента в США, вот в ноябре, либо там в декабре, либо в январе, либо в феврале, Минфин и ФРС начнут совместные действия, чтобы потихонечку доллар разворачивать и девальвировать. Это вот мое такое мнение. Поэтому здесь получается, вот сейчас собрались в узком кругу, семейном, дружеском, и решили, что надо бы рубль поддержать до выборов, чтобы пришли наши дорогие избирательные участки в хорошем, относительно хорошем настроении. Это вот такое мое мнение. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар, благодарю всех за внимание. Сегодня также у нас вебинар по референдуму, по инструментам, как нам торговать, что делать. Всех приглашаю принять участие в этом вебинаре. И завтра тогда уже мы с вами будем знать в 10.30, когда пройдем наш вебинар, итоги референдума. И завтра также составим новые прогнозы на день грядущий. Желаю всем успехов, до новых встреч.